В мире затягивающих сериалов есть два класса ультра-Си, но оставим за скобками Твин Пикс, как лучший сериал всех времен. Это Настоящий детектив и Фарго. Правда, Настоящий детектив можно считать к третьему сезону слился, а вот Фарго в ожидании выхода четвертого сезона по-прежнему высоко держит марку. Он основывается на оригинальном фильме «Братьев Коэна» в 95-го года, и этот фильм, как такой секретик, помните, делали в детстве за стеклышком зарытой земле. Из этого секретика вырастают сюжетные линии, чемоданчик с деньгами, МакГаффины, которые выстреливают в нужный момент, и поэтому очень важно то, что Коэны по-прежнему имеют отношение к проекту, а не продюсера сериала. В холодной северной Дакоте, с населением меньше в миллион человек, и в родной для Коэнов Миннесотте, где, кстати, живут в основном люди нордического темперамента, норвежцы, шведы, исландцы, происходит действие оригинального фильма и сериала. Дорога там сливается с небом, все подморозило. Помните, Константин Леонтьев говорил, что России нужно подморозить. Но что будет, когда температура упадет до минус 30? Может быть, появятся, помимо прочего, подморозки или отморозки. И вот в Коэновском сериале и в Коэновском оригинальном фильме главные действующие лица – это такие отмороженные дурачки. Есть вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Мы знаем огонь, вода, а еще как дураки строят планы, разрабатывая очередной дурацкий план. Как, например, ограбить собственного тестя и похитить собственную жену – это в оригинальном фильме 95-го года. Или как, например, скрыть улики случайного преступления, так малоизобретательное и глуповато, как это делает Кирстен Данст во втором сезоне Фарго. В любом случае, миром движут инициативные дурачки. Они постоянно в работе, они не сидят без дела. Если они не разрабатывают преступления, они занимаются самореализацией. С чего мы взяли, что преступление должно быть хорошо продумано и обязательно сработать? Почему мы вообще решили, что преступники должны быть профи? В мире Коэнов и в сериале тоже главные действующие лица – нормальные люди, простачки. Как говорит Итан Коэн, мы сделали их простачками, в том числе из желания пойти наперекор голливудскому шаблону злодея-суперпрофессионала, который все-все контролирует. На самом же деле, в большинстве случаев, преступники принадлежат к тому слою общества, который меньше всего готов к встрече с жизнью. И именно поэтому их так часто ловят. И именно в этом смысле наш фильм тоже ближе к жизни, чем обычные киноусловности и жанровые картины. Как-то все странно, да? А может это целая преступная сеть? Гони бабки! А, простите, чипсов? В этом состоит вся методика Коэнов. Можно назвать их метод таким гротескным реализмом. Вроде бы краски максимально сгущены, таких героев не бывает, такие нелепые ситуации нарушенно не придумаешь. И тем не менее, если вы действительно почитаете газетные хроники нелепых преступлений, если вы обратите внимание на то, из какой среды и благодаря каким особенностям характера формируются такие преступные типы, то вы согласитесь с концепцией Коэнов. Наш мир – идиотские. И те, которые нами правят, и те, которые пытаются нарушать эти законы, ну просто иногда справки не имеют из клиники. А по характеру, образу действия, образу мысли – это классические дурачки. Пока умные сидят без дела и думают, к чему бы применить свою светлую голову, дураки строят планы. Говорят, он был игроком. Хотите сказать? Нет, наркоманам. А я слышал, он переспался. Да господи, Боб, хватит сплетничать. Это точно азартные игры. А я рада, что муж умер. Даже спою на его похоронах. Ла-ля-ля-ля-ля-ля. Те, кто противостоят дурачкам с фомкой или пистолетом, тоже нельзя сказать, чтобы умники или супергерои. В оригинальном фильме 95-го года преступников ловит беременная женщина-коп. И вот когда вы посмотрите, как она, переваливаясь, как пингвин, в большом пуховике передвигается по заснеженной пустоши, возникает вопрос, как она вообще может кого-то догнать. Эта, кстати говоря, идея не изменяет и сериал. И там наши люди, те, которые настоящие герои противостоят этим преступникам, тоже точно такие же. Или трусы, как трусливый лев. И снова будет беременная женщина-полицейские. В общем, самые нормальные, заурядные люди. Как же они оказываются на шаг впереди? Может быть, во все вмешивается случай. А у коинов, посмотрите, серьезный человек, миром правит какая-то рулетка. Бог бросает кости. Совершенно непонятно, что там эта судьба про нас думает. И поэтому, может быть, тоже так случилось. Вот и все объяснение. Может быть, конечно, надо надеяться на это. Наш ум или наше доброе сердце что-то значит. Компания, которая собирается противостоять злу, очень напоминает героев волшебника страны Оз. Вот такой же трусливый полицейский, как трусливый лев. Железный дровосек, который хотел бы чувствовать, да вот сердца нет. Татошка или, наверное, не самых выдающихся умственных качеств и герой. И поэтому тоже совершенно нормальные, заурядные люди, которых судьба вынудила двинуться в этот поход. Вы спросите у меня документы. Я скажу, что машина не моя, я ее одолжил. Понимаете, что за этим последует? Можно и так. Или вы можете сесть в свою машину и уехать. И зачем же мне это делать? Потому что по некоторым дорогам лучше не ездить. Потому что раньше на картах писали, здесь водятся драконы, а теперь не пишут. Коины очень любят своих героев. И тех условно отрицательных, и тех, которых можно считать положительными. И поэтому для меня этот сериал интересен тем, как авторы относятся к своим персонажам. Там нет фанерных второстепенных персонажей, которых, как обычно, раскидывает по пути к победе главный герой. Там каждый персонаж чем-то интересен. Он настолько здорово срисован с натуры, что в нем можно узнать своего приятеля или родственника. И вот эта вот любовь к человеку, маленькому глупому человеку, которого все равно нужно принять во всей его нелепости, один из главных уроков сериала. Сезон за сезоном тебя затягивает в такую картину мира, которую можно было бы посчитать зеркалом. Или ты можешь услышать ее сверху в условиях такой достаточной звукопроницаемости в современных коммунальных квартирах. Но так или иначе, это наш мир. Мы в нем живем. Иногда в этом ужасном мире нужно бороться за что-то хорошее и противостоять плохому. Это всегда делают герои Коэнов. Каждый на свой лад. Можно вечно смотреть на то, как течет вода, на то, как дураки строят свои козни, и на то, как люди, которых это возмущает, потихонечку пингвини походкой в заснеженной степи выходят им навстречу. АПЛОДИСМЕНТЫ